Астана Онлайн Изобразительного искусства Собранные в фондах галереи Об этом и многом другом мы сегодня поговорим С гостей нашей программы Руководителем научно-творческой лаборатории Национальной картины галереи Магистром искусств Жозерой Жикибаевой Добро пожаловать, Жозера, в нашу студию Здравствуйте В начале беседы давайте посмотрим сюжет Который подготовили мои коллеги Оттепель 60-х годов Прошлое столетие подарило Искусству Казахстана целую плеяду Одаренных художников, графистов и скульпторов Сегодня их произведения Представлены в новом зале Графики и скультуры Картина галереи Астана Все они выполнены в различных техниках И на различные темы Многие работы посвящены истории, культуре И литературе Казахстана В коллекции нашей картинной галереи Находится более 4000 единиц хранения И произведения очень интересные Мы не старались разделить по периодам Хорошие или плохие Для нас все работы ценные И самые старые работы Например, Хлудова живопись Еще написаны в 1890 году Выставка собрала немало посетителей Один из них Бахытбек Мухамеджанов Ученик первого профессионального скульптора страны Основателя Казахстанской школы скульптуры Хакимжана Наурзбаева Хакимжан Аксакал добился Открытия отделения скульптуры Художественного училища Я поступал на отделение скульптуры Художественного факультета Где преподавал Наурзбаев Его работы, а это портреты скульптуры Выполнены в стиле реализма Он был очень хорошим учителем На выставке также было представлено Большое количество графических листов Линогравюру литографии Художников Казахстана К сожалению, сегодня художники-графисты Маловостребованы на отечественном издательском рынке Это отрадно еще тем Что данный, скажем Вот этот отдел Или раздел Графики скульптуры Оно постоянно действующее Оно не как Вернисаж определенное время И это проходит И картины убираются Нет, такого нету Национальная картина галереи Астана Была создана весной прошлого года Планируется, что она станет Крупным научно-исследовательским центром По изучению истории Изобразительного искусства Казахстана Жазера, расскажите, пожалуйста, подробнее о зале графики и скульптуры, которая открылась в вашей галерее И какие работы, экспонаты Представлены в этой экспозиции Зал графики и скульптуры Представлен работами первых профессиональных художников Изобразительного искусства Казахстана Это Абухан Костеев Это Абакир Исмаилов Айша Галимбаева Укажиева работы Макум Кисамединова работы И одна из емких и больших Как бы Зон представлена Это работы Евгения Сидоркина По скульптуре Это один Первый казахский скульптор Хаким Жанна Урзбаев Ескена Сергебаева работы И работы карагандинского скульптора Белык Какие темы в основном затронуты авторами скульптур И графических работ Которые представлены в экспозиции Экспозиция поделена на несколько тематических зон Это Зона первых наших учителей Профессиональных художников Зона соцреализма Соцреализм в изобразительном искусстве Несет большую роль Тема Великой Отечественной войны Тема поднятия целины И отдельная зона творчества Евгения Сидоркина Серии работ Алпа Амысбатер Абайжола Читаяся Кенеси и Фулина Жизера, в конце прошлого года Также был презентован зал живописи Работы каких известных казахстанских художников Представлены в этом зале И насколько действительно эти работы Вызывают интерес ваших посетителей В зале живописи также представлены Произведения Аблхана Костеева, Абакера Исмаила То есть Здесь мы хотели показать Что наши первые профессиональные художники Работали в разных жанрах То есть и в разной технике Это в масляной живописи И в акварели И в технике графики Также представлены работы Учителей наших Которые по воле и судьбе Оказались на территории Казахстана На нашей земле Это Абрам Черкасский Эйферт Павел Зальцман Богомолова работы И в зале живописи Также мы Так как это классики Так как мы хотели показать Именно хронологию Изобразительного искусства Тут мы поделили Также на зоны Социореализма Великой Отечественной войны Поднятие целины И зоны шестидесятников То есть Поднятие целины И Великой Отечественной войны Мы все знаем Что они Очень сильно влияли И на историю И на изобразительное искусство То есть художники Через произведения художников Мы можем увидеть историю То есть через графические листы Через живописные произведения Мы как бы читаем историю нашей страны То есть то, что проходило То, что было И в зоне шестидесятников Мы видим абсолютное Как бы новое вияние Именно казахских художников Здесь есть и национальный колорит И национальная тема То есть в 60-х годах У нас идет как бы новая тенденция То есть от реализма Переход к новым направлениям В изобразительном искусстве Какие еще залы В будущем планируете Открыть Вот на национальной картинной галереи Сейчас у нас Как бы построено Пять постоянных экспозиций Это зал живописи И зал графики и скульптуры Где представлены работы классиков Зал современной живописи То есть зал современного искусства И зал современной графики и скульптуры То есть мы придерживаемся Такой концепции Именно спирали То есть от развития Изобразительного искусства До современности В будущем у нас планируются Выставки Временные выставки Это приуроченные к юбилейным датам Которые запланированы Это вот 550-летие Казахского ханства 20-летие Ассамблей народов Казахстана Юбилейные даты Шуханова-Леханова И Абая Хунанбаева Скажите А много ли работ В Национальной картинной галерее Именно молодых художников? У нас В фондах есть работы Молодых художников Это Биба Тасимхол Это Абжанова Анара То есть Мы В будущем планируем Выставку молодых художников Именно молодых То есть Сейчас выстроены экспозиции Классиков И профессиональных художников В нашей республике В будущем планируется Выставка молодых художников То есть И сначала у нас Как бы Было запланировано Показать Искусство То, которое сейчас У нас есть А потом уже Собирать работы Молодых художников Жизера Являясь магистром искусств Вы все-таки Анализируете Работы Прежних Известных художников И сегодняшних Что их отличает И что сегодня волнует И в каких чаще Жанрах Рисуют И работают Молодые наши Таланты Наша лаборатория Она занимается Анализом Делает Экспертизы Определенным Произведением Но Вообще Концепция Наша галерея Построена Вот по хронологии То есть Мы Создали Наши залы То есть Показывая Именно хронологию Развитие Изобразительного Искусства То есть Придя в нашу галерею Посмотрев Наши залы От самых истоков До сегодняшнего дня Можно сказать Что Допустим Стены Первого этажа Они Расписаны У нас Петроглифами То есть Петроглифы История графики Она берет Своё начало Уже из древности Да Также и живопись Но у нас Это в основном Акцент идет Именно на графику По Петроглифам Зал Живопись Это зал Классиков И зал Современного Искусства Это профессиональные Художники То есть Посмотрев Наши залы Зрители Уже могут Определить По каким То есть Вот эти залы Зоны Они нам Уже показывают В каких направлениях Работали наши художники И четкую периодизацию Да Четкую периодизацию Вы возглавляете Научно-творческую Лабораторию Галереи И я знаю Что ваша Главная Основная Задача Это формирование Искусствоведческой базы Изобразительного Искусства Что она из себя Представляет Формирование Мы сейчас Работаем С фондом Нашим То есть Мы определяем Что есть В наших собраниях Это какие жанры Какие художники То есть Кого мы можем Еще привлечь Из художников То есть Мы Сейчас мы занимаемся Как бы Определением Именно вот таких вот Данных Каких художников Нам не хватает Может быть Нам надо Собрать Художников Классиков Мы Как бы Работаем С музеем Костеева С частными Галереями Мы работаем С коллекционерами И много ли Таких действительно Ценных работ В руках коллекционеров И удаются ли Такими уникальными Произведениями Пополнить Фонд Именно вашей галереи Ну Пока получается Как И каким способом Собираем работы Художников По регионам То есть Это Астаны Алматы Чемкента И Караганды Художники Идут нам Навстречу И У кого есть Если у кого есть Определенные Произведения Классиков То они Как бы Рады Принести Их В нашу галерею В наш фонд Только для того Чтобы Зрители Студенты Молодые Молодое поколение Чтобы они могли Ознакомиться С произведениями Художников Классиков Или же Именно Своими Произведениями И какие Ценные экспонаты И произведения Вам удалось Именно взять В картинную галерею Так как мы Открылись совсем Недавно Мы Сейчас получили Две работы Мы вот Тесно работаем Союзом художников Города Астаны Республики Казахстан И на данный момент Нам Несколько Скульпторов Это Мухаммеджанов Бахпек Кажанович Тухтар Тишкулович Ермеков Тухтар Тишкулович В наш фонд Приносят Свои работы Вот действительно А часто ли Авторы Приносят Свои работы И берете Ли вы их Каким критерием Отбираются работы Чтобы выставить В Национальной Картинной галереи У нас Отбираются они По Значимости работы То есть Его тема Автор Касается ли Это Ну Входит ли Данная тема В концепцию Нашей галереи А какова Концепция Вашей галереи Ну Концепция галереи Это Представление Произведения Народного Народной Значимости Национальной Значимости Скажите Какие еще Исследования Проводятся В научно-творческой Лаборатории Галереи На сегодня За научно-творческой Лабораторией Закреплена тема Развития Изобразительного Искусства Казахстана С древнейших Времен До современности И сейчас Мы занимаемся Именно Исследованием Данной темы Тесно Сотрудничаем С археологами С историками С научно-исследовательскими Институтами Часто ли удается При археологических Раскопках Найти уникальные Картины Ценные Были ли такие Вообще случаи В археологических Раскопках Картины не находятся Находятся Изделия Декоративно-прикладного Искусства То есть они тоже Представляют для вас Интерес Это же тоже Искусство Наше научное Исследование Направлено Именно на Историю Развития Изобразительного Искусства История Изобразительного Искусства Она обхватывает Как бы Полностью То есть мы В керамических Сосудах Допустим Есть определенные Какие-то знаки Линии Которые раскрывают Философию Да Философию Данного Времени Потому что Каждый художник Он создает Своё произведение Анализируя Читая Историю Они хотят То есть художники Они передают Тоже Определенную Свою философию Свою символику То есть Мы Допустим Анализируя Какое-то произведение Мы должны Ознакомиться Сначала С Историей При Национальной Картинной Галереи Работают Творческие студии Изобразительного Декоративно-прикладного Искусства Скажите Кто занимается В этих студиях Кто обучает Обучают у нас Преподаватели Так сказать Преподаватели Мастера Мастера своего дела Это художники Актеры У нас вот есть Студия Изобразительного Искусства Декоративно-прикладного Актерского Мастерства Хореографии И Студия Видеозвукозаписи Обучаются У нас Дети С малых лет До То есть Возраст не ограничен У нас есть Даже Так сказать Студийцы Лет 25 Еще у нас Обучаются То есть У нас Занимаются С инклюзивными Детьми То есть Кто плохо слышит Плохо говорит К какому виду Искусства Сейчас Дети проявляют Наибольший интерес Вот у вас Много творческих Студий Именно И актерского Мастерства И по хореографии И по живописи Вот к чему Наблюдается Такой больший Интерес Среди детей Среди детей Больше Наверное К актерскому Мастерству И Изобразительного Искусства Вот У нас Вот В студии Актерского Мастерства Работает Аман Джол Молодой Актер Вот Я знаю Что в его Группе Очень много Детей То есть Желающих К нему Очень много И У нас Студии Они Как бы Ежеквартально Делают Отчеты То есть Это Отчетный Концерт То есть Там мы Уже Видим Результат То есть Работы Преподавателя И Студийца А какие Еще работы Ведутся Именно С молодежью Какие мероприятия Проводите Для подрастающего Поколения У нас Как вы знаете Есть библиотечная Служба Библиотечная Служба Постоянно Проводит Мероприятия Связанные Именно С Произведениями С книжными Произведениями И Где задействованы Школьники Студенты Вот И В нашей Галерее Допустим Если у нас Идет Определенная Выставка То Работа Идет у нас Комплексно То есть К этой Выставке Приурочена И Выставка Библиотечная И В концертной Службе У нас Обязательно Проходит Музыкальный Вечер Посвященный Определенной Теме Или Приуроченный К этой Выставке Какие еще Выставки Планируется Провести В ближайшее Время В галерее Выставка Посвященная 20-летию Ассамблеи Народов Казахстана То есть Толерантность Общества В изобразительном Искусстве Планируется Выставка Приуроченная К юбилейной Дате Евгения Сидоркина К юбилейной Дате Великой Отечественной Войны Ну Во втором Да И Посвященная 150-летию Казахского Ханства Вот какие Самые Интересные Работы Есть уже На сегодня Которые Выставите В этих Экспозициях Ну Каждая Экспозиция У нас Отобраны Работы Если это Евгения Сидоркина То у нас Очень большое Собрание Работы Евгения Сидоркина В нашем Фонде К толерантности Конечно Мы возьмем Первых Учителей Наших Школ Искусства Это вот Абрама Черкасского Эйферта И конечно Же Современных Художников Вот у нас Есть Павлодарский Художник Евгений Фридлин У него Очень Интересные Работы Карагандинский Художник Андрей Нода Вот То есть У нас Для каждой Выставки Уже Отобраны Работы Именно С нашего Фонда Но у нас Планируется Работа Совместная Работа С Ассамблей Народов Казахстана То есть Так как Это Приурочено К их Юбилею Ну С региональным Союзом Художников А сколько Всего Картин Сегодня Находится В фонде Галереи И как Этот фонд Будет пополняться В будущем В фонде Работы Сейчас Находится Более Пяти тысяч Работ Работ Именно Живописных И графических Листов И Более Двухсот Работ Скульптуры Пополнение У нас Планируется За счет Связи С союзом Художников С частными Галереями И непосредственно С самими Художниками Спасибо Жизира Что пришли К нам в студию И рассказали О работе Национальной Картинной Галереи И о планах На будущее Желаем вам Успехов Спасибо Ну а телезрителям Я напомню Что сегодня У нас в гостях Была руководитель Научно-творческой Лаборатории Национальной Картинной Галереи Магистра Искусств Жизира Жикибаева Нашу программу Также можно Посмотреть На сайте bmtv.kz Спасибо За внимание Смотрите Нас по будням В это же время Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин